Провязав с первого ряда по восьмой ряд второго рапорта, дальше будем вязать макушку. Со следующего ряда мы начнем убавлять петли. Приступаем к вязанию. 2 изнаночные петли. 1, 2. 2 лицевые, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные. 1, 2. Вот мы провязали 10 петель резинки. Дальше будем делать убавку. Снимаем первую петлю за переднюю стеночку, вторую петлю снимаем за заднюю стеночку, третью петлю провязываем лицевой петлей, снимаем провязанную петлю с левой спицы и перебрасываем снятые петли через провязанную. Вот мы сделали 1 убавку. Дальше вяжем 8 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 1, 2. И 1 изнаночная петля. Вот мы довязали рапорт нашего узора. Затем повторяем. 8 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. Изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 3, лицевая 4, изнаночная 5, изнаночная 6, лицевая 7, лицевая 8, изнаночная 9, изнаночная 10. Дальше идет убавка. Снимаем первую петлю за переднюю стеночку, вторую за заднюю, третью петлю вяжем лицевой и перебрасываем снятые петли через провязанную. 8 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. Изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 3. 3, лицевая 4, изнаночная 5, изнаночная 6, лицевая 7, лицевая 8. 1 изнаночная. Вот мы связали еще один рапорт. И так будем вязать до конца кругового ряда. Довязав первый ряд и сделав по 2 убавки в каждом рапорте, у нас сейчас на спицах 100 петель. Вяжем второй круговой ряд. 2 изнаночные петли. 1, 2. 2 лицевые. 2 изнаночные петли. 2 лицевые. 2 изнаночные петли. Мы провязали 10 петель резинки 2х2. Начинали с изнаночных петель. 1 лицевая петля. И 8 петель резинки 2х2. Начинаем с изнаночных петель. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные петли. 2 лицевые. 1 изнаночная. Вот мы связали рапорт нашего узора уже из 20 петель. Затем повторяем. 10 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. Изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 3, лицевая 4, изнаночная 5, изнаночная 6, лицевая 7, лицевая 8, изнаночная 9, изнаночная 10. 1 лицевая петля, 8 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. Изнаночная петля 1, изнаночная петля 2, лицевая 3, лицевая 4, изнаночная 5, изнаночная 6, лицевая 7, лицевая 8 и 1 изнаночная. Перемещаем петельки на спицу и заканчиваем наш раппорт. 8 петель резинки и 1 изнаночная. Вот мы связали еще один раппорт. И так, повторяя этот раппорт, из 20 петель будем вязать до конца второго кругового ряда. Третий и четвертый ряд вяжем точно так же, как и второй. Пятый ряд. В этом ряду мы сделаем 2 убавки в каждом раппорте. Сейчас у нас в раппорте 20 петель. По окончанию вязания пятого ряда у нас в каждом раппорте будет по 18 петель. Приступаем к вязанию пятого ряда. 1 лицевая петля, дальше идет 8 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. Изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 3, лицевая 4. Изнаночная 5, изнаночная 6, лицевая 7, лицевая 8. Вот мы провязали 8 петель резинки. Дальше идет убавка. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую петлю за переднюю стеночку и третью петлю за заднюю стеночку. Теперь эти петли возвращаем обратно на левую спицу. И провязываем 3 петли, изнаночная, лицевая, изнаночная, вместе изнаночной петлей. Дальше вяжем 8 петель резинки. Начинаем с лицевых петель. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Вот мы связали раппорт нашего узора. И так, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 5 ряда. 1 лицевая петля, 8 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. Изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 3, лицевая 4, изнаночная 5, изнаночная 6, лицевая 7, лицевая 8. Дальше идет убавка. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую за переднюю и третью петлю снимаем за заднюю стеночку. Возвращаем эти 3 петли обратно на левую спицу и провязываем 3 петли вместе изнаночной петлей. 8 петель резинки. Начинаем с лицевых петель. 2 лицевые петли, 2 изнаночные. 2 лицевые петли, 2 изнаночные. 1, 2. Вот мы связали еще один раппорт. И так, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 5 ряда. Довязав пятый ряд, у нас на спицах осталось 90 петель. Дальше берем спицы такой же толщины 3,5 мм, только носковые. И будем вязать шестой ряд, переходя на эти спицы. Берем одну спицу и приступаем к вязанию шестого ряда. Маркер пока снимем. И вяжем раппорт нашего узора. 1 лицевая петля. 8 петель резинки. 2 на 2. Начинаем с изнаночных петель. Изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 3, лицевая 4, изнаночная 5, изнаночная 6, лицевая 7, лицевая 8. Вот мы провязали 8 петель резинки. Дальше вяжем 1 изнаночную петлю. И 8 петель резинки. Начинаем с лицевой петли. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 3, изнаночная 4, лицевая 5, лицевая 6, изнаночная 7, изнаночная 8. Вот мы связали раппорт нашего узора из 18 петель. Затем повторяем. 1 лицевая петля, 8 петель резинки. 2 изнаночные петли, 2 лицевые. Затем перемещаем петли на центр спицы. Берем вторую спицу и будем вязать второй спицей. Мы провязали 4 петли резинки, продолжаем вязать с изнаночных петель. Изнаночная 5, изнаночная 6, лицевая 7, лицевая 8. Дальше идет 1 изнаночная петля и 8 петель резинки. Перемещаем петли на спицу, вытягиваем спицу и будем продолжать вязать раппорт. У нас идет 8 петель резинки. Начинаем вязать с лицевых петель. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 3, изнаночная 4, лицевая 5, лицевая 6, изнаночная 7, изнаночная 8. Вот мы связали раппорт нашего узора. Итак, повторяя этот раппорт, вяжем до конца 6 кругового ряда. 7 и 8 ряд вяжем точно так же. 9 круговой ряд. 8 петель провязываем резинки 2х2. Начинаем вязать с лицевых петель. 2 лицевые, 1, 2. 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли и 2 изнаночные. 1, 2. Дальше делаем убавку. Снимаем первую петлю за переднюю стеночку. Затем снимаем вторую за заднюю стеночку. Третью петлю с левой спицы провязываем лицевой петлей за переднюю стеночку. И перебрасываем через провязанную петлю 2 снятые. Вот мы сделали 2 убавки. Дальше вяжем 6 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли и 1 лицевая. Вот мы связали раппорт нашего узора. Провязав раппорт и сделав 2 убавки, у нас в раппорте сейчас 16 петель. Затем повторяем раппорт сначала. 8 петель резинки. Начинаем с лицевых петель. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 3, изнаночная 4, лицевая 5. Переходим на вторую спицу. Лицевая 6, изнаночная 7, изнаночная 8. Дальше будем делать убавку. У нас на левой спице лицевая петля. Снимаем ее как при провязывании лицевой за переднюю стеночку. Вторую петлю снимаем за заднюю стеночку. А третью петлю провязываем лицевой за переднюю стеночку. Затем снятые петли перебрасываем через провязанную. Вот мы сделали 1 убавку. Дальше вяжем 6 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. Изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 3, лицевая 4, изнаночная 5, изнаночная 6 и 1 лицевая. Вот мы связали еще один раппорт. Затем, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 9 ряда. Десятый круговой ряд. 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Мы провязали 8 петель резинки 2х2. Дальше вяжем 1 лицевую петлю и 6 петель резинки. Начинаем с изнаночных. Изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 3, лицевая 4, изнаночная 5, изнаночная 6. 1 лицевая. Вот мы связали раппорт нашего узора. Затем повторяем. 8 петель резинки. Начинаем с лицевых. Лицевая, лицевая, изнаночная 3, изнаночная 4, лицевая 5, переходим на вторую спицу, лицевая 6, изнаночная 7, изнаночная 8. 1 лицевая петля, 6 петель резинки. Начинаем с изнаночных. Изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 3, лицевая 4, изнаночная 5, изнаночная 6, 1 лицевая. Вот мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 10 ряда. 11 и 12 ряд будем вязать точно так же. 13 ряд. В этом ряду мы будем делать по 2 убавки в каждом раппорте. Сейчас у нас на спицах 80 петель. Приступаем к вязанию 13 ряда. 1 изнаночная петля, 6 петель резинки, 2х2. Начинаем с лицевых петель. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 1, лицевая 2. Вот мы провязали 6 петель резинки. Дальше делаем убавку. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую петлю за переднюю стеночку и третью петлю за заднюю стеночку. Возвращаем эти 3 петли обратно на левую спицу и провязываем 3 петли вместе изнаночной петлей. Вот мы сделали 2 убавки. Дальше вяжем 6 петель резинки. Начинаем с лицевых петель. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 3, изнаночная 4, лицевая 5, лицевая 6. Вот мы связали раппорт нашего узора. Сейчас у нас в раппорте 14 петель. Дальше начинаем раппорт сначала. 1 изнаночная петля, 6 петель резинки. Начинаем с лицевых петель. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 3, изнаночная 4. Переходим на вторую спицу. Лицевая 5, лицевая 6. Дальше делаем убавку. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую за переднюю и третью за заднюю стеночку. Возвращаем петли обратно на левую спицу и провязываем 3 петли вместе изнаночной петлей, делая убавку. Дальше вяжем 6 петель резинки. Начинаем с лицевых петель. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 1, изнаночная 2, лицевая 1, лицевая 2. Вот мы связали еще один раппорт. И так, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 13-го кругового ряда. Довязав 13-й ряд, у нас осталось на спицах 70 петель. Вяжем следующий 14-й ряд. 1 изнаночная петля, 6 петель резинки. Начинаем с лицевых. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 3, изнаночная 4, лицевая 5, лицевая 6. Дальше вяжем 1 изнаночную петлю и 6 петель резинки. Начинаем с лицевых петель. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночная 3, изнаночная 4, лицевая 5, лицевая 6. Вот мы связали раппорт нашего узора. Затем, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 14-го ряда. 15-й и 16-й ряд вяжем точно так же. 17-й круговой ряд. Провязываем 6 петель резинки. Начинаем с изнаночных петель. 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Дальше будем делать убавку. Снимаем первую петлю за переднюю стеночку, вторую петлю за заднюю стеночку, а третью петлю провязываем лицевой за переднюю стенку. Затем снятые петли перебрасываем через провязанную. Вот мы сделали 2 убавки. Дальше вяжем 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 1 изнаночная. Вот мы связали раппорт нашего узора из 12 петель. Затем повторяем. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 17-го ряда. Довязав 17-й ряд, у нас на спицах сейчас 60 петель. Вяжем следующий, 18-й ряд. 2 изнаночные петли, 1, 2. 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2. 2 лицевые петли, 1 изнаночные петли. Вот мы связали раппорт нашего узора. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 18-го ряда. 19-й и 20-й ряд вяжем точно так же. А это значит по рисунку, как смотрят петли. 21-й ряд. 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1, 2. 2 лицевые, 1, 2. Дальше вяжем убавку. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую за переднюю и третью петлю за заднюю стеночку. Разворачиваем петельки и возвращаем обратно на левую спицу. Дальше эти 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей, делая убавку. 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 1, 2. Вот мы связали раппорт нашего узора. Сейчас у нас у раппорта 10 петель. Затем повторяем. 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 1, 2. Переходим на вторую спицу и вяжем убавку. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую за переднюю и третью за заднюю стеночку. Возвращаем эти петли обратно на левую спицу и провязываем 3 вместе изнаночной петлей. 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 1, 2. Вот мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, вяжем до конца 21 ряда. Довязав 21 ряд, у нас на спицах осталось 50 петель. Вяжем 22 ряд. 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 1, 2. Вот мы связали раппорт из 10 петель. Затем, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 22 ряда. 23 и 24 ряд будем вязать точно так же. В ряду у нас 50 петель. 25 ряд. 2 лицевые петли, 1, 2. 2 изнаночные, 1, 2. Дальше делаем убавку. 3 петли нам нужно провязать вместе лицевой. Снимаем первую петлю за переднюю стеночку, вторую петлю снимаем за заднюю стеночку, а третью петлю провязываем лицевой за переднюю стеночку. Затем снятые петли перебрасываем через провязанную. Вот мы сделали убавку. Дальше вяжем 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая. И мы довязали раппорт нашего узора. Сейчас у нас в рапорте 8 петель. Затем повторяем. 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 1, 2. Дальше делаем убавку. Снимаем первую петлю за переднюю стеночку, вторую петлю за заднюю стеночку, третью петлю провязываем лицевой и перебрасываем через провязанную снятые петли. Вот мы сделали убавку. Дальше переходим на вторую спицу и заканчиваем наш раппорт. 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 лицевая. Вот мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт из 8 петель, будем вязать до конца 25 ряда. Довязав 25 ряд, у нас сейчас на спицах 40 петель. Вяжем следующий 26 ряд. 2 лицевые петли, 1, 2. 2 изнаночные петли, 1 лицевая петля, 2 изнаночные петли, 1 лицевая. Вот мы связали раппорт нашего узора из 8 петель. Затем повторяем. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 26 ряда. 27 и 28 ряд вяжем точно так же. В ряду у нас 40 петель. 29 ряд. 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли. Дальше будем вязать убавку. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую за переднюю стеночку и третью петлю за заднюю стеночку. Затем возвращаем петельки обратно на левую спицу и провязываем все 3 петли вместе изнаночной петлей. 2 лицевые, 1, 2. Вот мы связали раппорт нашего узора. Сейчас у нас в раппорте 6 петель. Затем, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 29 кругового ряда. 30 круговой ряд. 1 изнаночная петля, 2 лицевые. 1 изнаночная петля, 2 лицевые. Вот мы связали раппорт нашего узора из 6 петель. Затем, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 30 ряда. Довязав 29 ряд, у нас на спицах осталось 30 петель. Вяжем следующий 30 ряд. 1 изнаночная петля, 2 лицевые. 1 изнаночная петля, 2 лицевые. Вот мы связали раппорт нашего узора из 6 петель. Затем, повторяем. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца 30 ряда. 31 и 32 ряд вяжем точно так же. В ряду у нас 30 петель. 33 круговой ряд. 2 изнаночные петли. 1, 2. Дальше вяжем убавку. Снимаем первую петлю за переднюю стеночку, вторую за заднюю стеночку. Третью петлю провязываем лицевой за переднюю стенку. Затем, снятые петли перебрасываем через провязанные. Вот мы сделали 2 убавки. 1 изнаночная. И провязали раппорт нашего узора из 4 петель. Затем, повторяем. 2 изнаночные петли. 1, 2. Затем, снимаем первую петлю за переднюю стеночку. Вторую петлю снимаем за заднюю стеночку. А третью петлю провязываем лицевой за переднюю стеночку. Затем, снятые петли перебрасываем через провязанные. 1 изнаночная. Вот мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт из 4 петель, будем вязать до конца 33 ряда. Довязав 33 ряд, у нас на спицах осталось 20 петель. Вяжем следующий 34 ряд. 2 изнаночные петли. 1, 2. 1 лицевая петля, 1 изнаночная. Вот мы связали раппорт нашего узора из 4 петель. Затем повторяем. Повторяя этот раппорт из 4 петель, будем вязать до конца 34 ряда. 35 и 36 ряд вяжем точно так же. В ряду у нас 20 петель. 37 ряд. 1 изнаночная петля, дальше вяжем убавку. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую за переднюю и третью петлю за заднюю стеночку. Возвращаем эти петли обратно на левую спицу и провязываем 3 вместе изнаночной петлей. Вот мы связали раппорт нашего узора. Затем повторяем. 1 изнаночная петля, дальше вяжем убавку. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую петлю за переднюю стеночку и третью петлю снимаем за заднюю стеночку. Возвращаем эти петельки обратно на левую спицу и провязываем 3 вместе изнаночной петлей. Берем вторую спицу и начинаем вязать нею. 1 изнаночная петля, дальше вяжем убавку. Снимаем первую петлю, вторую петлю и третью петлю. Разворачиваем, возвращаем обратно на левую спицу и провязываем 3 вместе изнаночной петлей. Делаем убавки. Затем повторяем. 1 изнаночная петля, дальше убавка. Снимаем первую петлю, вторую и третью. Разворачиваем их и провязываем 3 петли вместе изнаночной, делая убавку. И осталось провязать петли с последней спицы. Провязываем 1 изнаночную петлю, а дальше делаем убавки. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку, вторую за переднюю и третью петлю за заднюю стеночку. Возвращаем петли обратно на левую спицу и провязываем их вместе изнаночной петлей. Вот мы довязали 37 ряд. В конце 37 ряда у нас осталось на спицах 10 петель. Дальше обрезаем рабочую нить и будем затягивать макушку нашей шапки. Нам нужно все петли переместить на рабочую нить. Будем перемещать с помощью крючка. Снимаем петельки с первой спицы на крючок. 3, 4. Отлаживаем спицу в сторону. Протягиваем рабочую нить через эти петли. Затем снимаем петли со следующей спицы на крючок и протягиваем рабочую нить через эти петли. Точно так же делаем и с остальными спицами. И осталась у нас последняя спица. Смотрим, чтобы петельки у нас не перекручивались. Теперь, переместив все петли на рабочую нить, затягиваем получившееся отверстие. Дальше с помощью крючка зафиксируем рабочую нить и спрячем хвостик нити на изнаночной стороне нашей шапки. Вот наша шапочка и готова.